Я хотел бы показать действительно важность своевременной диагностики и своевременно адекватного лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря как такового. И, конечно, основное – это выявить наличие мышечной инвазии при трансуртральной резекции и начать своевременное лечение. Вот это очень важный момент, что при своевременном выявлении инвазии опухоли в мышечный слой мы должны запустить следующий алгоритм. И очень важно, что мы должны достаточно серьезно все-таки к этому отнестись у пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. На сегодняшний день, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию, когда, играя на чувствах пациентов, очень многие специалисты, объясняя им этой позицией, затягивают с радикальным лечением, предлагая им совершенно неадекватные виды терапии. Это химиотерапия, это лучевая терапия. При этом это все якобы называется тримодальным подходом, но при этом на сегодняшний день в Российской Федерации, наверное, единичные центры, которые, в принципе, реально могут предложить реальную тримодальную терапию с проведением неадювантной адекватной химиотерапии и с последующим проведением химиолучевой терапии. Естественно, с адекватным, радикальным, по сути, субрадикальной трансуретральной резекцией и с последующим еще контролем за этими пациентами. Ну вот в одной из работ указано, что, конечно, все-таки для подобной терапии на сегодня должны быть отобранные пациенты, пациенты с максимально благоприятным прогнозом, и это надо понимать. У нас же на сегодня в эту группу включаются все подряд, и при этом важным еще моментом является то, что эти пациенты должны жестко наблюдаться, и мы видим, что при первых подозрениях рецидива опухоли пациенты должны подвергаться радикальной цистектомии. Опять же, что, к сожалению, чрезвычайно редко производится. И еще раз повторю очень важный момент, что на сегодняшний день убедительного, однозначно принятого протокола проведения тримодальной терапии нет. В литературе уже пишут, что необходимо проводить не тримодальную, а уже, по сути, тетрамодальную терапию, когда мы включаем еще резекцию стенки мочевого пузыря после проведенного лечения. Буквально позавчера у меня был пациент, которому выполнили сначала трансуртеральную резекцию, доказали наличие мышечной инвазии. При этом пациент молодой, 21 лет, ему, конечно же, предлагают открытую резекцию стенки мочевого пузыря, подтверждают наличие мышечной инвазии. А дальше предлагают лучевую терапию, тримодальный, в том числе, подход с агрессивной опухолью, да еще и соответствующий гистотипам с наличием плоскоклеточной метаплазии, плоскоклеточного варианта опухоли в мочевом пузыре. Поэтому и убедить его уже достаточно сложно, потому что ему пообещали уже сохранить мочевой пузырь. Сегодня пришел пациент, еще утром я работал, и утром на приеме пациент, который, опять же, Т3Б, и пациенту было предложено химиотерапию, проведено два незавершенных цикла химиотерапии из-за токсичности. После этого, после некоторого длительного достаточно перерыва, пациенту выполнили лучевую терапию, опять же, на конвенциальном оборудовании, то есть даже без возможности адекватного наведения и подачи адекватной лучевой нагрузки. И после этого, естественно, у него развился достаточно быстрый рецидив прогрессирования заболеваний. На сегодняшний день он пришел с рецидивом опухоли в мочевом пузыре, с повторяющими макрогенатуриями, со сниженной емкостью мочевого пузыря вследствие проведенной подобной лучевой терапии, а также уже с наличием увеличенных региональных лимфатических узлов. И при этом мы должны уже понимать, что у этого пациента в результате подобного подхода реализована основная часть возможного лечения. Проведена химиотерапия токсическая гемзарсис-платинный, реализована лучевая терапия. И вот в этой ситуации пациенту, по сути, за два года полностью лишили возможности проведения радикального хирургического вмешательства. Понятно, что операция будет в объеме палеотивной помощи, учитывая, по сути, сформирующийся микроцистис и наличие повторяющихся макрогенатурий. И при этом дальше у него остается единственная возможность, это иммуно-онкологические препараты на сегодняшний день. Но при этом экспрессия PD-1 у него низкая, ожидать эффективность тоже, к сожалению, с меньшей вероятностью, чем при более выраженной экспрессии PD-1. Поэтому вот эта важность привлечь внимание к самой трансмутральной резекции, но в том числе и важность того, что это направлено именно на выявление и своевременную диагностику мышечно-инвазивных форм и дальнейшее адекватное лечение этих пациентов является достаточно важным вопросом. Если вернуться о мышечно-инвазивном раке, еще раз повторю, что вот это лечение этой патологии, оно определено в рекомендациях Минздрава Российской Федерации. И здесь основным методом лечения является радикальная цистоктомия. И только у небольшой группы отобранных пациентов, в том числе как альтернативный вариант лечения, может быть предложена химиолучевая терапия в тримодальном подходе. Но еще раз повторяю, те, кто опускаются на эту дорогу химиолучевой терапии, все-таки нужно понимать, что на сегодняшний день нет соответствующих протоколов, однозначно принятых. И поэтому, если вы в центре проводите подобное лечение, на мой взгляд, на сегодняшний день в нашей действительности это должно носить характер все-таки определенных клинических исследований. Для того, чтобы вы могли накапливать опыт, оценивать результаты этого лечения объективно и тем самым, естественно, улучшать результаты данной терапии. И очень важно, что этот протокол у вас должен быть четко разработан. Разработан именно протокол полного проведения тримодального или тетрамодального лечения пациентов мышечной инвазивной ракомничьего пузыря. Ну или вот те критерии, о которых в наших рекомендациях, еще раз повторяю, рекомендации Минздрава до 2004 года они действуют. Те критерии, по которым мы можем пациенту рекомендовать химиолучевую терапию при раке мышечной инвазивной раке мочевого пузыря. Это небольшой уровень инвазии, это инвазия Т2А-Б. Степень дифференцировки G1-2. Вопрос очень сложный, бывает ли при Т2А степень дифференцировки G1-G2. Скорее всего, все-таки это будет в абсолютном большинстве high-grade или G3. Молодой работоспособный возраст. Нормальные показатели ПСА. Отрицательные результаты мультифокальной биопсии и предстательные результаты. Отсутствие в анамнезе указания на резекцию мочевого пузыряли через пузырную аденомоктомию. Отсутствие в анамнезе указания лучевой терапии в области малого таза. Отсутствие протяженных структур мочеспускательного канала. И все это мы должны оценить. И еще раз повторяю, в абсолютном большинстве это не учитывается при назначении пациента лучевой терапии. Вот тот молодой человек, о котором я говорил, ему выполнена открытая резекция и предложена дальше лучевая терапия. А это является противоречием тех рекомендаций, которые у нас действуют в Российской Федерации. Поэтому серьезный подход к этим пациентам, на мой взгляд, очень важно формировать, очень важно пропагандировать. И очень важно говорить, что все-таки да, мы хотим сохранить функцию мочевого пузыря, мы хотим сохранить мочевой пузырь, но это должно быть всегда абсолютно обоснованно. Вот клинический пример 57-летнего мужчины на момент диагностики. В 2018 году ему было 55 лет. И при этом, выявив мовышленный инвазивный рак мочевого пузыря, ПТ2Н0, ему можно было выполнить радикальную цистоктомию и выполнить ортотопическое формирование мочевого пузыря. Но тем не менее, ему было предложено, несмотря на такой возраст, проведение курсов полихимиотерапии по схеме гемзарст из платины и дальнейшее проведение лучевой терапии. При этом, при проведении химиотерапии была определенная токсичность, но она позволила провести три цикла соответствующего лечения. Затем у пациента верифицирован рецидив прогрессирования заболевания, наличие метастатического поражения лимфатических узлов. При этом, посмотрите, насколько быстро развивается прогрессирование. По сути, в течение года у пациента прогрессирование опухолевого процесса на достаточно агрессивном лечении. Химиотерапия плюс проведение лучевой терапии. С развитием гидронефроза и с последующим повторным назначением той же самой химиотерапии. И вот он в таком состоянии в 2020 году с макрогематурией приходит на прием для решения вопроса о радикальной цистектомии. Понятно, что это уже не радикальная цистектомия, это палиативная цистектомия по симптоматическим показаниям. И опять же, у этого пациента на сегодняшний день остается только одна линия лечения, которая ограничена только иммуно-онкологическими препаратами. Ну вот такой рецидив на сегодняшний день. Мы суммировали те результаты радикальных цистемий, которые у нас есть в институте. Конечно, понятно, что если мы вовремя и своевременно диагностируем мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, то есть в категории Т0-Т2, и понятно, что те пациенты, которые имеют Т1, они тоже в ряде случаев должны подвергаться радикальной цистемии, когда мы имеем определенную череду рецидивов на соответствующем проведении лечения, о чем сегодня будет говориться также дальше на семинаре, о том, что необходимо проводить и БЦЖ-терапию, и химиотерапию внутрипузырную по показаниям. И если на этой терапии в соответствующем сроке есть прогрессирование, эти пациенты кандидаты для радикальной цистектомии. И тогда их результаты лечения значительно лучше, чем остальной категории пациентов. Мы видим, что достоверные различия по сравнению с категорией Т3 и Т4. То же самое по наличию и отсутствию поражения лимфатических узлов. Мы видим, что те пациенты, кто оперируется без пораженных лимфатических узлов, имеют выживаемость значительно лучше, чем те пациенты, у которых мы видим поражение лимфатических узлов. Поэтому еще раз повторяю, что затягивание, искусственное затягивание, в том числе попытки необоснованных сохранений функции мочевого пузыря, они приводят к значительному снижению выживаемости этих пациентов. Поэтому не нужно давать лишние обещания играть на чувствах пациента. Пациенту должно проводиться то радикальное лечение, которое показано ему в соответствии с тем опухолевым процессом, который у него есть. Еще несколько графиков, которые я бы хотел показать, это как раз сравнение групп пациентов, которые проводили то самое хаотичное, но можно его назвать бимодальное, можно назвать тримодальное лечение. Потому что по сути это ни то, ни другое. Это просто хаос, который на сегодняшний день творится в этой области. Потому что, еще раз повторю, нет убедительных протоколов, в соответствии с которыми мы на сегодняшний день работали. Поэтому вот те пациенты, которые получали в общей группе, это все суммарно по всем стадиям, получали радикальную цистоктомию, выживаемость была значительно лучше с коррективной выживаемостью пациентов по сравнению с теми, кто получал вот эту вот бимодальную терапию. Достаточно большие группы относительно пациентов. Это 175 больных, подвергнутых радикальной цистоктомии, и 112 пациентов, которые подвергались вот такому лечению, направленному на сохранение функции мочевого пузыря. И если мы посмотрим, то, по сути, в пятилетний срок практически значительно выражены расхождения кривых. И при этом эти пациенты продолжают умирать и в более длительные сроки. Тогда как у пациентов с цистоктомией в определенный срок мы можем отмечать платок, то есть те пациенты, которые достаточно длительно находятся в ремиссии. Если выбрать более ограниченную группу, это пациенты ПТ-2, то есть с минимальным поражением и с единичным лимфатическим узлом пораженным. Мы видим, что выживаемость еще больше расходится по сравнению с общей группой пациентов. Это обусловлено тем, что, к сожалению, мы оперируем в большей части, по сути, больше половины пациентов с палеотивными показаниями к цистоктомии. То есть пациентов с выраженным опухолевым процессом, с распространением Т3, Т4, а также при множественном поражении лимфатических узлов. Именно поэтому, если выделить группу более ограниченного опухолевого процесса, мы видим, что, несмотря на Т2, в различии у этих пациентов еще более выражено, чем суммарно по группе. То есть это подчеркивает то, что и пациенты с минимальным поражением, с прорастанием мышечных слоев, то есть с началом развития мышечно-инвазивной формы рака мочевого пузыря, они в первую очередь должны подвергаться радикальному лечению, тогда онкологические результаты их значительно лучше. И в том числе именно у этих пациентов можно достичь и лучших функциональных результатов за счет осуществления у них ортотопической пластики мочевого пузыря. Тоже самая тенденция для оценки безрецидивной выживаемости. И закончу я все-таки стандартами международными Европейской ассоциации урологов, где также подчеркнуто, что, к сожалению, вот этот консервативный подход в лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря должен быть только строго отобранных пациентов с полным их информированием, и он должен быть как альтернативная опция. И еще раз говорю, ни в коем случае не надо играть на чувства пациентов, обещая сохранить им мочевой пузырь. Это серьезный онкологический процесс, мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, это агрессивная опухоль. Тот мутагенный потенциал, который уже она накопила к этому времени, позволяет ей очень быстро развиваться, приспосабливаться. И позволяет ей быть резистентной к проведению в том числе и химиотерапии, и лучевой терапии. Поэтому ранее, как вы видели на вышепрестальных диаграммах, начало хирургического лечения для многих пациентов является гарантией того, что они могут избавиться от этого онкологического заболевания. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.